Привет, друзья! Я рада вас приветствовать на своем канале. Спасибо, что заглянули ко мне в гости. И сегодня я вам предлагаю вместе прогуляться по одному из самых красивых парков Европы. Парк, который носит название Сан-Клю, который находится в пригороде Парижа. В одном из живописнейших пригородов Парижа, это юго-запад Парижа, город носит такое же название, как и сам парк Сан-Клю. И чем примечателен этот парк, тем, что здесь очень-очень много красивых фонтанов. Но, к сожалению, эти фонтаны работают не круглый год, эти фонтаны работают только лишь летом и определенный промежуток времени. Сегодня в 17 часов должно быть включение каскада, который можно увидеть только лишь несколько воскресеньев в году. И, в общем-то, я сегодня специально сюда пришла для этого, чтобы можно было вам тоже показать эту красоту. Вот сейчас я вам показываю, вы, наверное, хорошо видите, сзади меня такой вот красивый большой-большой бассейн с 24-мя джетами. Сейчас будем идти смотреть на этот красивый фонтан, и я вам хочу рассказать немножко истории, почему, в общем-то, я захотела провести сегодня прогулку с вами именно в этом парке, потому что это один из старинных парков во Франции. Этот парк достаточно имеет большую площадь, и если вы планируете приехать в Париж, я вам обязательно рекомендую побывать в этом парке, вы не пожалеете о том, что вы потратите полдня, приехав сюда. Парк имеет очень большую территорию, территория равна, наверное, половине Версальского парка. Версальский парк около 900 гектаров, и парк Сан-Клю насчитывает 450-460 гектаров. На территории этого парка раньше находился замок. Замок был построен еще в 16 веке. На территории этого парка находился очень хороший ручей с чистой питьевой водой. Впоследствии отсюда вода стала подаваться в замок во дворец Фюльри в Париж, потому что здесь была очень хорошая чистая вода, и в то время хорошая питьевая вода – это была редкость. Я почему пришла сегодня еще в этот парк, потому что, когда я сама впервые увидела вот эти работающие фонтаны летом, вы знаете, меня это настолько покорило, потому что, узнав историю, как создавались эти все фонтаны и каскады, и откуда подавалась вода сюда, меня это очень сильно тронуло. Значит, парк находится на холмистом месте, все правильно сказать, то есть здесь неравнина. Вот вы видели, я когда поворачивалась сзади меня, видите, есть холмы за моей спиной, парк идет вверх. Сейчас мы пойдем с вами немножко ниже, спустимся к каскаду, чтобы вот тот каскад, на который мы будем смотреть позже, чтобы сюда можно было подавать воду, чтобы все эти фонтаны и каскады работали, были построены два искусственных озера в соседнем городке, в соседнем городке Вильдавре, который находится выше еще, чем поровню, чем этот парк, для того, чтобы из того городка, из тех озер сюда подавалась вода для работы вот всей этой красоты, для работы всех этих фонтанов. На территории парка Сан-Клю находится французский типичный сад. Я вот увидела интересного мужчину одетого, сейчас идемте, если он попадет нам в кадр, хочу, чтобы вы на него посмотрели. Значит, в парке есть классический французский сад. Вот видите, сзади нас идет такой маркиз де Карабас. Кроме традиционного французского сада, здесь еще создан, кстати, тоже вот он виден, сзади меня вот там, в том направлении находится английский сад, или он называется еще сад Тракадеро. Сегодня постараемся еще туда зайти, я вам его покажу, там тоже очень красиво, там маленькое озеро, там совершенно другой стиль парка, другие растения, другие деревья и другая атмосфера. И кроме вот этих двух французского сада, английского сада, еще есть Розария и Мария Антуанетты. Ну и давайте сейчас просто вот пройдемся, что я хочу вам показать. Мне сегодня, наверное, повезло, потому что у нас сегодня первая половина дня была необычайная жара, просто невыносимая. И, слава богу, вот сейчас солнышко спряталось за облака и не так жарко. Так вот, если вы будете в Париже, обязательно выделите один день для того, чтобы погулять по этому парку. Насладиться вот этим красивым зрелищем, которое здесь можно увидеть. Здесь есть несколько красивых смотровых площадок на Париж. Рядом находятся известные музеи северской керамики. Этот музей северской керамики находится рядом с действующим заводом, где до сих пор производится керамическая посуда. Ранее, во времена всех этих французских королей и королев, во дворцы королевские поставлялась только посуда с этой керамической фабрики. И это находится недалеко, вот здесь как раз на территории тоже этого парка Сан-Клю. Есть очень красивые виды, виды на Париж с нескольких красивых смотровых площадок. И парк настолько огромный, настолько большой, что просто гуляя по нему, несмотря на то, что здесь может быть много людей, вы не будете чувствовать того, что здесь толпы и толпы людей. Я очень люблю просто приходить и гулять по этому парку, потому что здесь, вы знаете, какая-то необыкновенная атмосфера. И так как здесь был замок, конечно, естественно, будет вопрос, а где же этот замок, давайте сейчас посмотрим на него, да, хотелось бы его увидеть. Но, к сожалению, мы его не сможем увидеть, потому что этот замок был разрушен во время войны с Пруссией в 1870 году. На территории замка находился немецкий штаб, и французская артиллерия, наверное, решила пожертвовать этим красивым замком. И в результате бомбежки, к сожалению, замок был разрушен полностью и сгорел. И потом, через несколько лет, в 1890-м, в 1892 году, руины были просто стерты вообще с лица земли. Сейчас мы с вами подойдем к той части, мы подходим к той части парка, где как раз-таки находился замок. И вот сейчас сзади меня вы можете видеть здесь красивые розы находятся, красивые такие стриженные, всеровные по французскому стиле деревья, кусты для французских садов. И мы подходим к месту, где был, непосредственно находился сам замок. Сзади меня виден небольшой постамент. Вот эта вся территория, где раньше находился здесь этот огромный королевский дворец. Сзади меня старинное здание, это часть северской мануфактуры, и в этой части за парком находится музей северской керамики. И вот открывается вот такой замечательный вид на Париж. Я надеюсь, все узнали, как говорят французы. Сзади меня находится, видите, Эйфелева башня, ее видно немного. И вот эта часть, как раз-таки, где находился королевский дворец. Сейчас мы с вами можем увидеть, сохранился план, и подписано Chateau de Saint-Claude. Здесь это полностью план не только Chateau, это план парка, каскадов и, собственно, Chateau, где он был. Вот такой красивый вид вокруг. Еще раз давайте посмотрим с вами. Сейчас мы с вами будем спускаться ниже к каскаду, к главному каскаду. Хочу, чтобы вы увидели этот каскад, посмотрели бассейн. И надеюсь, что мы успеем как раз-таки к началу, когда будет этот каскад включен и запущен. И, кстати, если вы планируете свой приезд в июле-августе, то, к сожалению, в июле-августе уже не будут включать все фонтаны. Фонтаны не работают ежедневно, потому что это достаточно дорогое удовольствие. Вся вот эта сеть водоснабжения, она очень старинная. И, наверное, ввиду того, чтобы она сохранилась дольше, чтобы можно было ее сберечь, не очень часто включают эти каскады. Но, тем не менее, их включают. И вот они работали с мая по 1 июля. И затем они будут включаться уже после, по-моему, после августа, когда заканчивается пара отпусков во Франции. Сентябрь точно будет работать, но только по выходным можно будет это посмотреть. Я под видео оставлю ссылки, куда вы можете зайти и точно увидеть расписание работы каскадов этого парка. Но даже если вы не попадете в выходной день, я вам все равно просто очень настоятельно рекомендую сюда приехать погулять. Вот за этой необычной атмосферой вы можете с собой взять бутылочку вина. Вы можете с собой взять французский багет, немножко французских мясных каких-то изделий, колбаску, сыр. И вы можете спокойно, обязательно не забыть взять какую-то подстилочку для того, чтобы можно было устроить пикник. Вы можете сюда приехать на целый день спокойно здесь расположиться, устроить пикник и гулять целый день. Если не хотите с собой ничего брать, здесь можно найти на территории парка несколько ресторанов и перекусить в ресторанах. Еще один каскад, который сейчас не работает, но который будет включен. Когда включат каскад, мы еще раз вернемся сюда с вами к этому каскаду, посмотрим. Сейчас мы с вами, вы видите, мы все время спускаемся, спускаемся и спускаемся вниз, потому что парк расположен, повторюсь, на холмистой местности. И чем ближе к Сене мы подходим, тем ниже нужно спускаться. Здесь, сзади меня, вы сейчас увидите еще один красивый бассейн большой. Здесь в этом бассейне плавают рыбы большие. Смотрите, вы видите, какие огромные рыбы здесь плавают. Ну и понятное дело, что рыбачить здесь нельзя. Но здесь можно увидеть этих огромных карпов, наверное, я не знаю, как они называются. Вот, смотрите. И маленький дельфинчик. Идемте дальше. Идемте дальше, нам же нужно успеть занять хорошее место. Мы сейчас, видите, спускаемся с вами дальше. Вот сзади меня видны статуи. Это верхняя часть каскада, к которому я хочу спуститься вместе с вами. Нужно будет сейчас вот так обойти, и мы с вами подойдем к нижней части этого каскада, для того, чтобы можно было увидеть всю красоту. Похоже на то, что начинается дождь. Сегодня, кстати, полдня была вот эта невозможная жара, а потом я получила смс с предупреждением о том, что возможны грозы. И вот я уже вижу, что дождь капает. Поэтому пока я иду к каскаду, я стараюсь максимально вам рассказать то, что я хотела. И если, к сожалению, начнется дождь, то придется видео остановить. Еще один бассейн с фонтаном, который должен включиться в 17.00 сейчас. Сколько у нас там сейчас? Без 5 минут 5. То есть вот у нас еще есть 5-7 минут, мои часы чуточку спешат. Как добраться до этого парка из Парижа? Из Парижа добраться до этого парка очень легко и просто. Вы садитесь на метро, линия М9 и едете до конечной остановки в направлении Пон-де-Север. Выходите на этой остановке. Можете сесть на автобус, проехать еще одну остановку. Можете пройтись пешком, и вы как раз попадете, перейдете через стену, и как раз попадете, упретесь в музей керамики, из северской керамики, и во вход в парк. Пешком вход в парк бесплатный, и на велосипеде въезд бесплатный. Если на мотоцикле вы въезжаете, въезд, по-моему, будет стоить 3 евро, на машине въезд будет стоить 5 евро. И вот вы видите сзади меня этот красивый, красивый-красивый огромный каскад. Сейчас еще выдвину. Вот. Может, давайте ближе подойдем, чтобы его лучше было видно. И подождем сейчас, когда включат подачу воды. Начиная с этого каскада, вода потом будет плавно переходить сюда. Ниже, 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 ниже. Где заканчивается бассейн, ездят машины. Это уже за дорогой там сен.